всем доброго дня немножко расскажем сейчас средняя суббота очень много вопросов задавали порой нашу зимнюю теплицу минусы и плюсы расскажу как раз воду набираем емкость давайте с улицы начнем пока вода набирается еще раз всем доброго дня суббота смотрите основание мы сделали как как вам сказать такое со стенами в общем пол сотка пенопласт запенена стены сотка пенопласт запения то есть утепленный и покрытие двойное внутри четверка снаружи десятка час немножко присоединитесь расскажу еще какие с какими проблемами и трудностями столкнулись хорошо все видно слышно потому что без вайфая здесь значит предбанник где технического стоит емкость на 300 литров набираю еще воду запасную сейчас вылил все пролил видите пол какой все это фанера покрытая краской специальной влагостойкой все делали сами и грядки грядки почему сделали высокие потому что из расчета чтобы внизу рассаду еще что-нибудь можно было усаживать или хранить какой-то инструмент оптимальное такое теперь значит с чем мы столкнулись зимой особенно зимой зимой это высокая влажность конденсат который образуется на внутреннем листе поликарбоната второе это как только солнце всходит это просто ахтунг в плане того что солнце взошло и тут сразу 50 60 для этого делается принудительная вентиляция то есть приточная вот идет два венкала канала 150 и 160 и забирает горячий воздух сверху и с другой стороны при . на клапанах также стоят стоят включаются вентиляторы сразу автоматически то есть стоит все на термодатчиках но я вам скажу из практики оказалось зимой этого вполне хватает чтобы поддерживать температуру но вы даже когда солнце вышло зимой именно поддерживать температуру 25 27 28 градусов летом как только солнце выходит они не справляются то есть летом вот теперь минусы сейчас минутку выключу воду минусы проветривание в летний период у нас стоит окно вот обратите внимание видите окно большое но сейчас на улице дождик идет прохладно эта неделя вообще прохладно прям изумительная температура погода такая для растюшек она открывается настежь утром и с стороны открывается вот так дверь настежь включается вентиляторы маленький и большой большой сейчас выключен так как вентиляция выключена то есть теплицы сейчас всего лишь сейчас я вам покажу теплицы всего лишь потом подведу итоги сейчас теплицы 22 градуса но для помидор нужно чтобы вентиляторы работали они работают что у нас вода теплицы из зимы осталось от огурцов мы в ней отказались огурцы будем другой полу зимней теплицы растить которую стоит рядом на 2 возле офиса там даже все на датчиках здесь вы только помидоры зелень и перец то есть совместимые так сказать этого санта видите какой крупный перчик сейчас гости поедем наберу помидор огурцов вот и поедем гости теперь дальше значит внутри вот эта стена нас еще спасает то что одна стена к цеху то есть северная сторона солнечная сторона всего лишь вот это вот сейчас я вам покажу на улице обратите внимание вот эта сторона это солнечная и вот видите по трубке вентиляции и показалось если мы начнем врезать фрамуги в зимнюю теплицу мы не сможем герметично и она будет герметик и так далее мы пока грубо говоря перед на большин на такой маленькой еще ладно на большие будет там бы все сгорело бы себе даже не хватило бы ничего пришлось приходится на такой маленькой мы еще справимся вот видите окно два патрубка который выгоняет горячий воздух но мы еще я еще врежу один вентилятор третий добавочный помощнее эти идут 150 на 160 на зиму врежу еще один где-нибудь на 300 мощный чтобы прям как соснул так соснул что там сразу холодно стало вообще вот так вот покрытие значит по фундаменту я вам рассказал пенопласт сотка пол сотка высота здесь метр испытывали арочную форму из-за чего чтобы лист целый ложился без разрезов внутренний слой 4 миллиметра наружно 10 в чем была ошибка смотрите у нас когда начал образовываться конденсат на внутреннем листе капать крыши да мы врезали вентилятор ведь это и труба это между листами загоняется теплый воздух сверху сверху теплица и прогоняется между этими полостями но так как мы брусок врезали практически эти цельный большую ошибку совершил но воздух все равно право прогоняется щели есть протягивает вверх но здесь отверстия туда и нам пришлось врезать сейчас я вам покажу изнутри то есть на ошибались конечно много но шишек наберите знаем о чем рассказать вот ведь еще один он даже также загоняет воздух и мы избавились от этого конденсата кору которую всех проблема то есть конденсат образуется на зимней теплице хоть как вверху и начинает капать на растения мы от него избавились вставив полости пушки то есть вентиляторы канальники но вот эти дешевые канальники не рекомендую не дешевая немалой мощности хотя вроде там пишут кубатура вот вроде как они называются вот такой канальник вот это мощные продувают на 1 такой вот он берет воздух сверху с потолка и задувает стену сушит так сказать и зимой у нас были стены крыши то есть внутренний лист поликарбоната сухой вот это от конденсата мы избавились от жары когда перепад температуры с солнца вышло мы избавились от при помощи принудительной вентиляции досветка конечно висит на досветку очень много денег надо очень много электричества я вам еще скажу самое главное это из этой зимней эксплуатации выяснилось что на досвечивание растения уходит больше электричества то есть денег чем на конвекторы конвекторы работают по датчику температуры вот такая пушка до двух киловатт на стоит датчик температуры догнала до 20 там 1 22 выключилась включилась выключилась ночью мы вообще держали плюс 19 стояли стоят термодатчики ночь ночной 7 до 9 вечера 7 утра до 9 вечера плюс 19 поддерживал днем стояли датчики на плюс 24 25 то есть два-две разные такие по времени мы разделили ночью по прохладе чтобы они росли отдыхали и спали а днем чтобы им было комфортно и тепло ну что еще можно рассказать то еще бутылочку еще поставлю набираться поэтому вот больше принципе ну стройку здесь в эту теплицу вложено около 400 тысяч это три на шесть площадь подрастения три на пять очень так сказать дорого все это вышло даже собственными силами но с задачей мы справились ошибки выявили так сказать практику себе заработали коленки набили шишки то есть и теперь знаем к осенью осенью мы думаю к зиме к новому году будем своими помидорами перцами и так далее потому что в августе будем как это высаживать как она в курсах говорится по новому кругу приберемся все проверим подготовим к зиме поставим еще дополнительные вент каналы проветривание автоматику еще дополнительно и чтобы у нас никак в прошлом году не получилось что здесь у меня просто в один день померли померло или померли в общем умерли было очень больно жалко страдали плакали и так далее очень много труда было вложено поэтому здесь вот у нас огурцы зелень и перец что вам еще рассказать и такой субботний прекрасный день что-то хотел по теплицам вам рассказать я тут пост выкладывал просечения заполняем всей емкости практически просечения смотрите многие производители не очень если немногие вообще никто ни один производитель по честному мне скажет толщину трубы просто не скажет у них задача продать вы ее никак не определите только штангенциркуль при приемке а потом можно когда деньги отдали потом обратно не вернуть поэтому очень тяжко тяжко выбрать производителя честного честного который как мы вот так может показать показать все что мы делаем пока вода там набирается чуть-чуть пойдемте вам огурчики покажу у меня вырос смотрите вот и парня набирает смотрите у меня опять вымахал китайский змей теперь еще длиннее прошлом году у меня рекорд 55 сантиметров сейчас я перед этим снял 34 но здесь уже 40 наверно видите как огромный это огуречная которая даже работает в прошлом году что кто за нами следит у нас это огуречная ночью полностью замерзла почему парни прокладывали удлинитель еще что-то дернер и датчик вот этот выскочил и за ночью до теплицы вместе с огурцами замерзла было минус 20 было больно даже обидно но в этом году мы сделали все капитально проверить кабеля коробку то есть сделали так что подготовились к зиме следующие что будет такого больше нас не случится стоит пушка 2 киловатт на датчики огурцы растут под радио русская под радио нихера они не хотят расти вот пенсионерские песни которые люблю почему-то под русское радио растут причем очень хорошо вторая пушка запасная стоит аварийная тоже на термодатчики и это теплица закрыта 4 миллиметра поликарбоната но в чем в ней секрет в том что она вся прогермечена она вся стоит на уплотнителях и здесь дверь теплая как у нас на балконе обратите внимание сэндвич и стеклопакет также для того чтобы когда осенью например весной когда жаркое солнце мы затеняем спонбондом стены видите на сейчас я их опустил зимой они играют роль защиты от каркаса потому что все равно от него идет холод куда бы не дед все равно идет ход так вот два слоя сверху стоит автоматическая фрамуга но чуть-чуть приоткрылась она верху жарко внизу датчик показывает 21 градус теплица посажена у нас здесь огурцы всевозможных производственном это семена партнера герольд директор гоша шоша гоша шоша до основные такие сорта герольда и другие то есть огурцов мы снимаем каждый практически сейчас перешли на режим каждый день видите где-то по пол ведра с вот они грозьями и еще у меня честно досадки вот еще теща тут вот раз два три 4 подрастает 5 6 а и вот 7 стоит смотрите как он я хочу эксперимент поставить 5 литров банка попробовать вырастить вот у меня тут один стоит от поиска какой мощный ствол смотрите виде но он почему-то не хочет свести хотя я оборвал все нижние уже это подарок от поиска посмотрим что получится то есть экспериментируем высаживаем мешках но я мне рекомендую вот таком в прошлом году мы растерял таких мешках это самое оптимальное высаживание вертикально не высаживайте не смотрите за мной не высаживайте так потому что будете плеваться потом в мешках так не садите один мешок один огурец все я веду экономии решил почте и так сделать в этом году в прошлом году делали мешках вот делайте так больше не как минимум на один огурец от 25 до 40 литров все вообще отлично будет это перебор даже не перебор дело в том что в этот мешок плоск земля быстро сохнет и мне приходится их поливать утром и вечером а когда нету ребят просить здесь капельный полив еще не устанавливал хочу бочку поставить с капельным поливом тоже который у нас есть контролер умная капля чтобы уезжать но тут у меня место мало и бочка 300 вот эта конструкция не вижу придется надо ящик изготовить но это на следующей неделе займусь тоже уже надоело это поливать пусть автоматически все поливает как говорится сапожник без сапог так у меня вода там набирается секунду все затопило ух ты ж ничего себе барам пам пам ох вот это александр анатольевич забыл потоп ванна полы помыли ну ничего страшного это называется полупом так дальше идем еще знаете что я вспомнил выяснилось конденсат который даже собирался между листами и уходил смотрите мам пришлось просверлить везде отверстие вот отверстие тут снизу отверстие видите везде пони потому что все это запенено загермечено намертво и между листами которые вода то уходила вниз она сначала стояла чуть ли у него столичка и никуда бог и мы просверлили здесь отверстие везде понизу все избавились от этой проблемы но смотрите даже поликарбонат он даже за сна он стоит на перфоленте на торцевике и загермечен видимо от огромнейшей влажности от перепада температур внизу все равно пыльца ответе в сотах но это очень жесткая эксплуатация это необычно в четвероках такого мы не заметили такого не возникает явного это видите вот докуда вода стояла в сотах это не цветение просто вода стояла вот видите следы от воды это 10 миллиметровый поликарбонат вот нам пришлось все это сверлить с двух сторон и как сказать чтобы вода уходила конденсат тут такие зимой если кто помнится сумки такие вот висели в морозы все красиво было как у деда мороза вода набирается ну и с этой стороны соответствующие везде просверлены вот они даже видите где просверлены отверстия вот вода до куда стояла день стояла где уходила где стояла в виде все затопило нас ничего страшно полу помыли спрашивайте что вам рассказать еще про теплицы расскажем все что угодно даже поставили в этом году мы прибрались это два с половиной арочная 2 метра шириной и дальше будет стоять еще полтора метра шириной то есть мы как бы начали тип выставку сжимать но в то же время показать все наши конструкции живую то есть по форме потому что многие спрашивают а как это будет выглядеть какой шириной то есть все хотят видите в живую то есть и визуально представлять ширину высоту габарит форму и приходится на вот так вот выкручиваться что там у нас набирается ну все всем скажу всем пока пока надо идти бежать в цех воду выключать вот такая наша зимняя теплица вроде все рассказал все все отлично так что если будет вопрос задавайте все расскажем покажем ничего сложного по идее нет а если есть возможности можно своими руками все это построить и не заморачиваться всем пока пока где-то нас померк это у нас черная мадонна бамс и где-то там еще он все пойду собирать помидоры так завершить всем пока оставлю прямой эфир сохраню